Их не страшат, ни бег по пересеченной местности, ни водные препятствия, ни дымовые завесы. Поэтому к чисто мужским испытаниям в рамках проекта «Гонка героев» девушки готовятся наравне с парнями и мужчинами. Они не слабые звенья, а украшения команд. Готова к водным, готова к грязи, готова к пыли, к дыму, к чему угодно. Я думаю, что такое испытание необходимо, наверное, может быть не каждому, но многим. Потому что почему бы не проверить себя, а мало ли в какой ситуации мы окажемся. «Гонка героев» – всероссийская военно-спортивная патриотическая акция прошла в Ульяновской области во второй раз. Первый пробный старт в июле собрал более тысячи участников. Новый, во-первых, поменял статус на официальный с розыгрышем путевок в всероссийский суперфинал. Во-вторых, сохранил прежних героев, в-третьих, приобрел новых. «В первую очередь мы все хотим проверить свои силы, нам это интересно. Испытания сложные, и мы готовились к ним, тренировались». «Тренировались регулярно, ежедневно, но это было тяжело». Более восьми километров по пересеченной местности – 28 сложнейших препятствий. Где-то надо было лезть под небеси по канатам и веревочным лестницам, где-то ползти по пластунски, а где-то пробираться по непролазной грязи. Полигон в Поливне – это не только испытание для мышц, но и для формирования характера, для выработки командного духа и взаимовыручки. «Я бы сказал, ульяновская трасса сложная с точки зрения погодных условий, с точки зрения рельефа, с точки зрения, конечно же, ее, скажем так, грязности и чистоты». Более 70 команд стартовали во второй симбирской гонке героев. Среди них не только ульяновцы, но и гости из Саратова, Самары, Саранска, Казани. Борьба на трассе заочная, главное – показать лучшие секунды. При этом, облегченно вздыхают организаторы, обошлось без серьезных травм. Самыми быстрыми стали команды Ульяновского межвидового регионального центра и гости из Казани. Они пролетели дистанцию быстрее 54 минут. На финише призеров разделили ничтожные 25 секунд. «Самое сложное, наверное, это был прыжок в воду с высоты 3 метров. Но не то чтобы сложно, это было страшно скорее. Но все остальное мы ко всему готовились, в принципе, все прошли, я считаю, нормально. Командный дух у нас отличный, так что все здорово». Всем призерам уже через пару недель предстоят новые испытания. 17 сентября они стартуют в Москве в суперфинале гонки героев. Главный приз – 1 миллион рублей. О нем заявили заранее. А вот длина трассы и препятствия держатся в строжайшем секрете. О них участники узнают уже после старта. Михаил Рассашанский. Новость Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова